МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, Сеня? Что? Как Роланд? Отлично, Роланд. Пахнет, чувствуете? Да, особенно зрители чувствуют, как пахнет. Крабами. Тимофей, что вы вынесли из себя из экскурсии по фабрике? Не умеет работать, могут работать намного лучше. Лучше это быстрее? Больше, быстрее, сильнее. Спорт, весна, диктатура и труд. А по-немецки? Пойдем. Балтика 7. Экспорт. Девятая красота. Это большой тест-драйв? Да. А что-нибудь теперь вы скажете про автомобиль? Ну, я могу сказать следующее. На горных перевалах чувствуется падение мощности, ребят. То есть тапка в пол, а мощности нет. Приходится пониженную передачу включать. И все равно очень сильно теряет, конечно, аппарат. Именно на подъеме и при каком-то особенном типе облачности, я заметил. Когда яркое солнце, мотор меньше теряет мощности, чем при низколетящих облаках. Чего неудобно. Вы понимаете, что нас придадут анафеме после этих мощностей? Да, да, низколетящие облака снижают у этой машины мощность. И второй момент. В этом аппарате на европейской дороге очень не хватает круиз-контроля. Честно, несмотря на ручную коробку передач, все равно машина может комплектоваться. Я лично рекомендую на европейских трассах брать именно обязательно тачку с круиз-контролем. Хотя бы с обычным. Черт-тик, с адаптивным. Но вот обычный, что он успеет, задал бы, честно говоря, смотреть все время на спидометр. Какие выводы можно сделать по автомобилям, встречающимся на дороге? Ну, как и в любой европейской стране третьего сорта, который является Италией. Машины все маленькие. Третий сорт. Да, экономод машины третьего сорта. Машины маленькие, дизельные, как правило. На бедната живет. Да, и в Италии активно нарушают правила дорожного движения. Скоростной режим мы... Никто не соблюдаем. Да, мы соблюдаем, они не соблюдают скоростной режим. Вот. Ну, что можно сказать? Да ничего больше здесь ничего больше не скажешь. В принципе, если нужно перевести большое количество народу, конечно, этот аппарат не плох. Но в целом, в целом, я могу сказать, что... Не знаю, как ты как пассажир себя чувствуешь? Не, очень удобно. Не снимай себя. Очень удобно. И то только нашел я себе место, учитывая, что у меня есть два сиденья. Два сиденья. Вот. А так-то на самом деле единственное кресло, получается, да, которое есть в этом автомобиле с регулировкой, это кресло водителя. Все авторы... Да, а руль причем не меняет вообще никак. Это плохо. Да, вот. Так что, ну, вот это, вот те недостатки, ну, и вот шумность, да, автомобиля. И в целом, могу сказать, такой интересный психологик. Поймался на таком психологическом чисто наблюдении. Обычно водитель и пассажир, когда находятся в движении, чувствуют следующую историю. Водителю менее дорога представляется реалистичной и менее страшно ехать. Здесь ситуация, мне кажется, наоборот. Наоборот. На пассажирском сиденье я чувствую себя более комфортно и уверенно. Согласен. А за рулем все как-то уже... Согласен. Не особо. Да, ну и теперь пассажиры большого тест-драйва. Впервые у нас в большом тест-драйве пассажиры. Так, господин Викторов, пожалуйста, вы же уже поели, поэтому... Прекрасно. Ну, вам удобно? Отрабатывай с холодом. Ну, вам удобно? Ну, ничего неудобно. Шумит при отхрытии стекло, пытается вывалиться наружу. А то, что прекрасно. А вам удобно то, что не регулируется спинка кресла? Ничего страшного? А дело в том, что у него паралич. У меня паралич, поэтому мне все. Вот так, вот Вадим Кузнецов, представитель компании Roland. Перевозить мешки с чем-либо на этой машине, наверное, удобно. Но если сравнивать ее с другими такими автобусами, скажем, Volkswagen Multivan, то, конечно, Ford проигрывает буквально каждым сантиметром своего салона и тем, что не регулируется сиденье, потому что мы сидели так достаточно... Ну, продолжительное время, даже те же самые 2-3 часа достаточно тяжело. Плюс вот этот шум, действительно, мы уже 105 раз отвечали. Мы кричим в машине на самом деле. От него реально начинаешь уставать. Да. Семен, как человек, который сегодня купался в Адриатическом море. Мне, как всегда, все нравится. Все нравится. И... Брат! Э, брат! Да? Говори, брат! Салам! Салам, брат! Подвеска жесткая, на самом деле. Клубасу резок практически невозможно. Посмотрите. Мы уже ухомячили. А с другой стороны, это, в принципе, автомобиль с грузовыми корнями. Ну, это что за параш? Вообще, как затычки. Но с другой стороны, грех жалуется. У кого-то и такой нет. Согласен, согласен. Но в целом, вывод какой? Стоит покупать такой автомобиль? Ну, вы знаете... Быстрее батарейка садится. При наличии, при наличии возможности взять другую машину, поменьше, с меньшей парусностью, берите другую. Мы взяли эту, потому что других не было. Да. Вот. А снимем, как мы платим сейчас? Если батарейки хватит. Да, снимем. Вот такой талон выдается на итальянских дорогах. Где кредиткой платить? Да. Сейчас мы выберем... Где кредиткой? Карты. Карты. Не, вот где карты, наверное. Давайте карты. На право. На право. Не, правда не очень. Да, да, да. Вот где карта. А, здесь вот. Не, папаш, вот смотрите. Вот где, видите, где маэстро нарисован. Да вот, 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 прямо. Вот, да, вот подъезжаем. Да, принимают даже карты, помимо мелочи. Принимают даже и карты. И карты? Пожалуйста. Сейчас мы посмотрим, какое количество денег Сильвер Берлускони. А, уже не Сильвер Берлускони. Вот так вот выглядит аппарат. Вниз. Да, да, да. Да. Сейчас мы посмотрим, сколько денег. 14.50. Так, так, подожди. Карта. Сюда? Не, 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 а, ну да, 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 попробуйте. Нет. Не, не сюда. Давайте в другое место искать. Не, не, не так. Эй, банковская карта вниз, вот, туда же. Нет, по-другому. Вот, да. Стрелочки. Опа, и надо достать ее. Карты нету. Она мне нужна. Все, деньги списались. Все. Нам открыта дорога на Рим. Смотри, я хотел уехать. 14.50. Мужчина. Это практически 500 рублей, да? Да. Да. 600, я бы сказал. Да, ну и главное наблюдение, отсутствие премиальных марок. Именно, ну, имеется в виду, не премиальных марок, а их флагманов на дорогах Италии. Например, флагман компании BMW, Ferraris 458. Друзья мои, и специально для вас заправка в Риме, а рядом с тротуаром стоит хрень. Если у тебя бензобак слева, это никого не волнует, как у нас, например. Будешь? Да. Будешь тянуть. Почем бензин? Почем бензин? Да кто бы знал. Да кто бы знал. Да вот дизель, давайте вот сюда. Ну вот, 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 давайте, подъезжайте. Как будем тянуть? Через окно? Так, сейчас мы дотянем. Да дотянем. Дотянем? Да должен. Смотри, вначале. Ставить, потом нажать. Не, не так. Мы находимся в римском метрополитене. Опять? Опять, да. Это последний крайний вечер в Риме. Да, крайний вечер в Риме. И с нами приключилось небольшое несчастье, тире дорожно-транспортное происшествие. Говорим в микрофон? Да, мы купив билеты за 1 евро, который действует вроде как на нем. А 1 евро, евро это он. Да, евро 1 он. Две билеты-то, дайте показать билеты. Да показывали уже. 75 минут написано действует билет. Но оказалось, мы перепутав станцию, перепутав станцию, точнее сказать, направление на одной из... Нет, тут прикол в следующем, что одни турникеты ведут на платформу в одну сторону, а другие в другую. И перейти с одной стороны невозможно. Если перепутал вход, то все, проебал емать. Не путай входы. Не путай вход, да. Как говорил наш друг из Кашина. Правда. Из Кашина. По рубцу и вниз. По рубцу и вниз. Но, к сожалению, здесь не наблюдаем никаких рубцов. А вот новые кроссовки сене. Да, сколько денег стоили? 36 евро. 36. Посмотрим, сколько они прослужат. По ковру, не шоркай. Хорошо. А куда мы сейчас едем? Мы едем в Колизей. На самом деле мы находимся в двух станциях от Колизея. Для того, чтобы Владислав насладился и все-таки сказал, что он не зря побывал в вечном городе. Хочет самосладиться. А вы для того, чтобы пивом насладиться, туда отправляетесь. Но это единственная цель. А вот человек, который промежуточную, примиренческую позицию, он хочет жрать. Я хочу чайку попить. В Козелей. В Козелей, в Козелей. А, окей. Алло. Стой. Пару слов о том, где мы находимся. Мы находимся в районе, ну, одной из самых... Можете чуть-чуть отойти и обернуться назад. Вот, идите. Вас хорошо видно. Отойдите чуть-чуть. Мы находимся... Короче, мы находимся в одной из самых значимых точек Рима. Это, конечно же, Колизей, который известен любому школьнику. Колизей Козелей. Козелей, да. Который известен любому школьнику, который хотя бы... Главу врачу об истории империи. Дайте я скажу. Да. Вы неправильно говорите. Хорошо. Давайте вы скажете. У меня есть претензия к тем, кто разрушал Колизей. Да. Он разрушен... Выключите ваш телефон. Выключите. Он разрушен не до конца. Обратите внимание. Значит, эта стена целая. Возьми, Сеня. Кто ему звонит сегодня? Дайте я сниму. Дайте. Да, родной, привет. Ну, мы вот стоим около Колизея. Говорил... Нига, он купил тебе ажурные трусики. Да ничего. Ну-ка, Сеня, снимай. Короче говоря, ребята. У меня есть предъява к разрушителям Колизея. Как известно, его захватили варвары. Но они не смогли полностью снести под ключ. Вот, например, варвары, которые снесли гостиницу Россия. Все сделали до конца. И за это получают от меня лично респект. И говорят даже, по слухам, там будет парк. Гайпарк. Можно даже с аттракционами, я не знаю. Там будет место культурных прогулок москвичей и гостей России. А здесь, понимаешь, друзья мои, мы имеем бесхозное здание, которое, естественно, постоянно разрушается. Тем наносится бюджет. Бюджету Рима вред. Я требую разрушить Колизей до конца. Потому что там гибли христиане. Это раз. Во-вторых, не христи, это два. Ну что, они зря гибли. Пусть теперь и Колизей погибнет к чертовой матери. Здесь мочился Рассел Кроу. Нет, Рассел Кроу мочился в программе. Как называется программа для видеомонтажа? Нет, программа для видеомонтажа. Мотошоп. Файнал Кат. Файнал Кат, там мочился. Здесь Брюс Ли выдрал клок грудных волос у Чака Морриса. В ДВ никто не служил. А бутылка есть об голову разбить. На 2 августа. Синя! Что за фигня? Сейчас, подожди секундочку. Мы находимся рядом с одной из замечательностей Рима. Конечно, один из самых известных фонтанов в мире. Фонтан Де Треви. Честно говоря, я не помню автора. Де Треви? Нет, Де Треви. Это из мушкетеров? Нет, это не из мушкетеров. Ну, собственно, надо бросить обязательно монетку туда, для того, чтобы вернуться. Я вот бросил, видите, два раза уже вернулся. А монеты у тебя уже кончились, брат. Да 10-рублевые бросайте. Алёна. 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 Третий день нашего путешествия в прекрасную страну под названием Итальянская Республика. Заканчивается, мы направляемся в Баэрапорт международный, чтобы вылететь рейсом Рим-Москва. Взяли такси себе около отеля. Внимание, ребят, мы находимся впервые в мире, наблюдаем, ну, во всяком случае, наше шестиместное такси. Шестиместное, ввиду наличия вот этого сиденья, которое посередине располагается. Я вместо этой ручки переключения. Да, ты вместо ручки переключения. Это автомобиль Фиат. Ну, значит, не очень большой багажник, вот за счет багажника, да, так пространство... Но широкая штука. Ну, штука Зорска, более того, вот это же сиденье, оно откидывается. Прокомментируйте пульт управления. Дизайн, дизайн. Отлично. Туда помещаются бумажечки, смотрите, как специальные ниши. Ну, а вообще, как настроение? Да, прекрасное настроение. Мы, наконец, покинули до Каумарова с 5000 евро в кармане и большим ножом, типа тисак в кармане. Наконец, спокойно вздохнули. Да, спокойно вздохнули. Будем ждать сообщений информагентств, которые расскажут о нам... Как на границе со Швейцарей сняли с поезда убийцу. Убийцу, да. Значит, в аэропорт мы направляемся по специальной полосе, которая предназначена для движения общественного транспорта и таксомоторов. А в отличие от России, чем отличается? Отличается тем, что находится отдельно, расположено посередине между полосами движения, которые предназначены для движения, ну, просто транспорта. Да. Да, но вчера наблюдали на этой полосе карты правительственных чиновников, сопровождаемых полицейскими автомобилями, автомобильными карабинерами. И мотоцикл. И мотоцикл, которые спокойно передвигались вот по вот этой самой выделенной полосе для общественного транспорта. Ну, кстати, хорошее решение, да, именно в середине, да, движей части. Надо и у нас между 200 трамваевами сделать. Вот он. Давайте предложим Собянину. Мы приехали в Аэрофорт и увидели своих соотечественников. Давайте панорамочку поговорим. Ну, а радость-то есть от встречи с соотечественниками? Есть, но не очень сильно. Мы только что сели в процессе выхода на московские улицы. И тем не менее, некоторые уже говорят сродину. Сейчас выясним. Говорят, сродины по телефону во всем. Хорошо, сейчас выясним. Да, да, выясним. Да, хорошо. Хорошо, да. Хорошо, да. Короче, уважаемые... Вот такая трубка 25 евро стоит. Можно ее поближе? Да, втыкается в 3,5 разъем. Можно поближе и не шевелиться. Не шевелиться. Вот трубка, которая позволяет вам полностью имитировать звонок. Хорошо, значит, имитировать, совершать полностью. Да, совершать. Полностью совершать. Да, полностью совершать звонок. Вот, как это было. Вот, поговорить немножко, пусть девушка посмотрит реакцию. Нет, нет. Говори, говори. Ну, я как идиот буду совсем. Говорите, говорите. Нет, я ни с кем не разговариваю. Да, но все думают, что ты разговариваешь. Да, все думают, что я разговариваю. Ну, классно, классно. Аксессуар у вас есть точно такой уже. Сколько стоит? 25 евро, да. Пожалуйста, прекрасно. Ну, не зря съездил, да? Конечно. У наших зрителей есть вопрос, товарищ инвалид. Нет, не сколько стоит эта трубка. Она стоит 25 евро. А куда делся док Умаров? Он же Тимофей, солист группы... Blackmailers. Рекорд оркестр. У него небольшая шабашка в Гамбурге. Чем торгует? Народный промысл. Турфом. Он привез перочинный нож. Мы видели. Вот он ее будет резать в Гамбурге и получать за этот день. Как вариант ношения трубки. Да, да, да. Пидорка, барсетка и трубка. Коммер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова